Кинофреш Желаю приятного просмотра! Сколько раз меня сбрасывали со счетов и объявляли мертвым. Возродившись из пепла в продолжениях «Форсажа», Вин Дизель спустя 9 лет возвращается к своему любимому герою, межгалактическому преступнику Ридику. Этот человек видит в темноте и нападает внезапно. Что это? Ридик! Один готов. Уже трое. Я вижу, вы меня поняли. Полива! Новый Ридик, снятый в формате 3D, история куда более локальная, нежели хроники Ридика 2004 года, да и снята за меньшие деньги. Больше всего она напоминает первый фильм о персонаже «Черная дыра». Опусти голову. Что происходит? Час пробил. Да, сейчас и выпустим. Вин Дизель заявил, что планирует снять еще три фильма о Ридике, если кассовые сборы картины удовлетворят студийных боссов. Так что пожелаем ему удачи. Ридик в 3D – лучший способ отомстить, остаться в живых. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Говорите, темноты не боитесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже которую неделю подряд продолжается победоносное шествие азиатских мультфильмов второго эшелона на российский рынок. На этот раз пришел черед Таиланда – спасти землю 3D. А вот я! Сэм – продвинутый бойскаут. Смотрите, что у меня есть. Это часы с навигатором. Они показывают наше местоположение. Теперь мы не заблудимся. Вперед, за мной! Ура! Синопсис у фильма такой. Простой американский бойскаут неожиданно проваливается под землю и оказывается на другом конце света. И теперь он вместе со своими друзьями обязательно должен спасти землю от ее полного уничтожения. Норма. Девочка-воин из племени холма. После отслеживания местополения спутников среди обломков были обнаружены живые организмы. В результате изменения озонового слоя образовался биологически активный углерод. Это неизвестное науки химическое изменение, и оно очень агрессивно. Снял все это 3D-великолепие известный тайский режиссер Компин Кемгунирд. О главной роли озвучили такие актеры, как Напан Чанцарон и Атхипич Чувати Конжанчай. «Спасти землю 3D» уже в кино. Нужно торопиться, осталось мало времени. «Спасти землю» в 2D и 3D. «Спасти землю 3D» Значит, массаж. «Без интима». На экраны выходит один из самых ожидаемых отечественных фильмов этого года, провокационная сенсация Кинотавра «Картина. Интимные места». Понимаете, я подарок хотела сделать, мужу. Как вы думаете, ему понравится? Ну, удивится наверняка. «Литинные места» – это рассказ о современных московских жителях, их самых сокровенных тайнах, любви и боли. Обнаженная плоть здесь только оттеняет оголенные чувства. Вот у меня была одна лилипутка, в цирке работала, холохубщицей. Как вы с ней? Ну, поначалу боялся, как бы не повредить. И оказалось, что там у нее все, ого-го. Главные роли здесь сыграли Юрий Колокольников и Олеся Судзиловская. А режиссерами выступили Наталья Меркулова и Алексей Чупов, который сделал Наталье предложение прямо на кинотавре, когда им вручали приз за лучший дебют. Вот такая любовь со съемочной площадки. Завтра увидимся. У меня отличные новости для всех, кто ценит и любит кино. Программа кинофреш и портал yufo.ru запускает конкурс. Главным призом в котором будет набор настоящего киномана. Билет в кино и пачка попкорна. Все подробности можно узнать на сайте yufo.ru и в нашей группе ВКонтакте. Играйте. И возможно именно вам улыбнется. Удача. Если вы следите за новостями на канале ЮТВ, то знаете, что наша команда посетила 9-й Казанский международный фестиваль мусульманского кино. Одной из самых актуальных тем фестиваля стало детское кино, которое переживает в нашем государстве не лучшие времена. Наверное не только у нас в стране, да? Активно выступает в защиту детского кино актриса и режиссер фильмов «Детство Бэмби» и «Юность Бэмби» Наталья Бондарчук. В Казани она провела презентацию своей новой картины, снятой в 3D, «Тайна снежной королевы». Этот проект впервые снимается в 3D-технологии. И в этом все сказано. Это оказалось, в общем, совершенно другое построение, совершенно другие условия съемки. А снимали мы и в Лапландии, и в Фринляндии. Ну, понятно, что за северным бонусом существует в Лапландии. И, значит, среди льдов, и среди снегов. И потом мы поехали в Австрию там. Отсняв большую часть материала, режиссер столкнулся с серьезными трудностями финансового характера. Однако делает все, чтобы ее картина добралась до экрана. Вот такие трудности я испытываю по фильму. И только когда я вернусь от вас в фонд кино, будет рассматривать мое предложение закончить эту картину. Понимаете? Пошло около года, как я жду вот этого момента, чтобы закончить картину. Вот настолько это все сложно, трудно. И я даже не ожидала, что столкнулась с этим, делая единственную в России сказку в 3D. Настоящее испытание силы духа, верности и дружбы. Прокатчик мне ясен, короб премьер, вот, но... То есть он ждет? Да, да, да. Он как раз ждет, чтобы я закончила, и тогда, к зиме следующего года, фильм может выйти прокат. Я буду ждать это с нетерпением. В поддержку Натальи Сергеевны выступил популярный телеведущий и режиссер Александр Гордон. Ну, это правда смешно. На фильм потрачено уже 4 миллиона долларов. На завершение фильма нужно там около 40 миллионов рублей. Завершение – это и компьютерный график, и озвучание, и перезапись, и так далее. То, что фильм будет кассовый, особенно если он выйдет в прокат в правильное время, в новогодние каникулы, скажем, детское кино, семейное, качественно сделанное, да? Ну, понятно, что прокат у него будет, и эти деньги потрачены на него, скорее всего, отобьются. Так нет. По нашим правилам нынешним, значит, Наташа должна 13-го числа предстать перед высокой комиссией в фонде кино, протянуть руку и сказать, ну да, эти люди добрые, ну да, эти на завершение. При этом убедить их, раньше в чем убеждали? Нигде я в другом месте этих денег взять не могу, потому что проката не будет, кино все равно в прокате провалится, но это высокохудожественное, значит, произведение. Сейчас она их убеждает в другом. Это простое кино для всех. Оно получит много денег. Я вам верну эти деньги, дайте только, дайте, ну, ребят, ну это что такое? Также своими мыслями о детском кино поделился актер Шаймиль Хаматов, сыгравший в семейной картине с Пьером Ришаром, продавец игрушек. Хотелось бы, чтобы все, как-то все это изменилось, и я знаю, что запускаются мультфильмы хорошим продюсером, по-моему, студия Бондарчука как раз будет снимать детские фильмы. Надеюсь, что все это, как сказать, запустится, потому что очень сложно эту лодку раскачать. Мне очень сложно просто говорить на эту тему, потому что я не распределяю бюджет, и я не знаю пока, что там происходит. Но надеюсь, что будет, конечно, больше хорошего кино. Актер театра и кино Дмитрий Дюжев приехал на фестиваль презентовать детскую картину о Казани с рабочим названием «Лето дракона», в которой он выступает в качестве режиссера. Мы с моим другом Казанским Алешей делали такую работу, все его прекрасно знаете, которая называется «Заступница». Зимой мы работали здесь, в этих стенах, над этим документальным фильмом, и на этом кинофестивале этот фильм будет показан. «И тогда Леша говорит, как же я тебе желаю, какой же ты влюбленный в Казань, сколько же в тебе общего с нами, и как же я тебе желаю полного метра в Казань?» Я говорю, ты знаешь, вот мысль материализуется. И, видимо, действительно, такой красоты и в то же время без суеты нигде не найдешь в Российской Федерации. И вот Казань, Татарстан. Красоты город неописуемый. У нас уже есть сценарий. Его написали Денис Исокин и Дарья Касиманова. У нас есть режиссер. Это Дмитрий Дюжев и актер на роль папы мальчика Жени. Это Марат Башаров. А еще Михаил Боярский и Чулбан Хаматова. Когда ко мне обратились продюсеры, то я с превеликим удовольствием и вниманием отнесся к этому предложению. А когда я прочитал эту историю, которую написал Денис Исокин, это было, конечно, для меня нечто тревожащее, что не могло мне успокоиться. Будем надеяться, что стараниями самых разных кинематографистов детское кино в нашей стране будет возрождаться. И скоро у нас появится новая семейная классика. Многие из вас наверняка смотрели клип группы Lonely Island на песню Be My Mother Lover. Примерно на ту же тематику сняла свой новый фильм люксембургский режиссер Анн Фонтейн, известная своими работами Коко де Шанель и Натали. Тайное влечение. Только взгляни на них. Да, они великолепны. Это история о двух давних подругах, которые влюбляются в сыновей друг друга. Сначала об их отношениях никто не знает, но все сыпется, когда тайное становится явным. Я не хочу спать один сегодня. Можно я останусь тут? Куда это ты? В твою комнату. Увидимся в твоей. Роли двух женщин категории Мильф исполнили Робин Райт и Наоми Уоттс. Иностранные зрители и критики не высказали особого удовлетворения картиной, но щекотливая тема известной актеры наверняка привлекут зрителей и в России. А ты прекрасная лгунья. Я тебе этого не прощу. Вместе с Казанским фестивалем мусульманского кино заканчивается и наша программа. Надеемся, что этот выпуск, который мы снимали в Казани, вам понравился. Так что вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на YouTube-канал. Это была программа Кинофрэш. Увидимся в кино. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok